а ну что можете поздравить меня вчера у тебя все получится мы знакомились так ребят ну так вот выглядят колеса которые упаковываются вот сейчас нашего братья будем выручать да так что добро пожаловать в вашингтон сейчас покажу вам самый один из больших водопадов штат вашингтон город эверет и это в горах вот такие вот интересные на такой дачи нужен с лесу находимся где пумы их короче у соседа ума сажала собаку прикиньте либо лоджи хотя бы какой-то выехали по-быстрому посмотреть видок но я чувствую надо кинова дергать ну что можете поздравить меня вчера ночью ездил за машиной и взял вот такой вот автомобиль это toyota camry все на такую машину знают простая надежная ничего сложного 2 и 4 все есть салоне ухоженная продавал оказывается знакомый с украины как оказался америка ведь не такая же на большая страна очень тесно очень узко да стивен так ну шо как вам давайте спросим мнение вот этой дамочки обратно не хочется нет не соскучилась не слушайте ее это все брехня все соскучились всех это домой вообще система америка все в кредитах посмотрите посреди бедолаги не просто но пока мы здесь буду показывать чё тут да как что-то интересно вот здесь мы живем в этом домике здесь наши друзья как и ты полюбил это вы собрали все поменялся тачку поливаешь трактор ездить купи какой-то спорткар нормальный ну шо это такое посмотрите все владельцы самсунгов они не шарят они ездят на спарка никакой низкопрофильной не сразу можно увидеть а настоящий владельца айфона посмотрите на чем катаются вот еще кариес у них зубах тоже бывают за последний день и наш когда покупают очень простой но представьте цена его где-то в районе 300-400 хотя не парни этот дом уже 1485 года 400 чем-то тысяч долларов ну там у дома по 800 по 700 цены просто космос не знаю они я думаю заработает за год эти деньги как это ваша настройки ладно друзьяки мы погнали вашингтон your welcome надеюсь вам будет интересно ну кстати эверетт город считается одним из очень красивых городов потому что вокруг города горы и мы еще в горах не были как мы пойдем так покажем все мы погнали потому что сейчас едем в сиэту и друзья женя паша мы знакомились то с украины при этом научимся тоже не проблема вот это мужик я потом так ребят ну так вот выглядят колеса которые упаковываются вот сейчас нашего братика будем выручать я так что добро пожаловать в вашингтон давай потихонечку главное что есть специально обученные люди которые уже имеют опыт это делать тренировка про хахара друзья покажу вам где я мог бы быть без моего поручителя без моего друга который мне помог не очень комфортно но если так посмотреть то ребята тоже приехали но не видя не со штатов жили в аляске приехали сюда казалось бы вот хайвей дорога и сразу же возле этой дороги вот такое вот место но это америка здесь тоже такое можно очень часто встретить так ладно я пошел потому что я иду по дороге мне уже тут не комфортно так друзья щас посмотрите какая здесь 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 очень известный водопад сейчас покажу вам самый один из больших водопадов поэтому и и и Просто не передать, какая моща просто, как оно все летит, тон ли воды. Мы сейчас пришли на низ этого водопада, вот мы были сверху, а сейчас... Аня хотела туда снизить, но я ее остановил, потому что... Прям очень хотелось. Ну, а мы двигаемся дальше. Так, друзья, сейчас Паша будет сдавать направо. А, да, это, конечно, опять моя попытка номер три. Один раз не сдал, второй раз не сдал. Но сегодня я сдам, все, я отсюда и увидел. Да, у тебя все получится, Паш, все будет хорошо, Судя. Я вижу ту русскую девушку, которая со мной общалась на русском. А ну покажи. Вот здесь вот прекрасная девушка, она знает русский язык очень. А ну покажи, это то, да? Да. Вот здесь. Где вот? Мексикану. 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 Мексикану, да. Паш, ну ничего. Да, все. Бог блесу тебя. Спасибо большое. Давай. Я пойду. Так, ребята, стоимость вот этой процедуры 20 баксов. 20 баксов. Сейчас мы пойдем, вот там вот такая вот девушка, она знает русский. Мы сейчас пойдем и мы сейчас дадим за эти 20 долларов эти права. Ну что? Давай, Паш. Мои карапузы. Мои карапузы. Мои все со мной, братва, все. Да, с вами. Я полетел. Давай. Три? Да, только три. Ну что, ребят, сдал с третьего раза три ошибки вот так вот. В общем, вот так вот движемся. И это было помощью для меня, чтобы могли мне переводить, рассказывать вообще, как что делать. И я сегодня сдал с третьего раза три ошибки. Конечно, такое. Люди сдавались с первого раза, видите, как с третьего. Учите, учите, читайте, все будет хорошо. В общем, передавайте привет моим подписчикам. И приходите к нам в офис тоже. Приходите вот сюда и сдавайте. Здесь очень хорошо. И хорошие люди. Добрые. А деньги все-таки взяли. Добрые, добрые, но ладно. Все, завтра поедем вождение сдавать. Я сдал. Где? 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 Ой. Я вас разбудил. Короче. Это просто класс. Это позор. Просто с третьего раза. Но все-таки. Все-таки я знаю. И мне даже этот мужик такой поздравлял на русском. Еле сказал. Очень хорошо. Очень хорошо. Да. Все, ладно, друзья. Я погнал. Завтра еще надо сдать вождение. Прикинь, тут вождение еще, чтобы меня не завалить. Может, ты знаешь. Все будет хорошо. Все, погнали. Тут качество плохое. Видосы. Так, друзья, я как обычно, короче, опаздываю. Ничего, короче, сдавать экзамен. Проснулся, взял манимоник. Буду поставить. Фух. А что, мне на 8 часов? Ааа. Ааа. Так, ладно, выключаю камеру, потому что у меня надо навигатор. Посмотрите. Так. Примерно вот так вот здесь вот. Сыну не прогорел. Ой, по-моему. Ой, по-моему. Ой, по-моему. Ой, по-моему, сейчас справа влево. По-моему, влево. Все, короче, я полетел. Ааа. Ааа. Сказали, уже добрый. Так что. Сейчас ждем. Оформлять документы будем. Делаться дальше. 86% он убрал. Келоригма считается нормальным. Так, ребят, вот на вот этом Приусе сегодня я сдавал экзамены. И сейчас ближемся к моему Приусу. В общем, сегодня хороший день. Я сдал экзамен полностью на 86%. Это как бы, ну, считается нормально. Потому что, ну, проходной вроде бы 80, насколько я помню. Он меня посадил в свою тачку. Проехались. Вообще я должен был на вот этой машине ехать. Но он меня помиловал, посадил в Приусе. Я не знаю. Или просто не было. Эта машина была занята. В общем, вот так вот. Сейчас еду домой. На радостях. Сегодня у моего друга день рождения. У меня будет хороший. Вот. Порадоваться. Так. И что сказать? В принципе, ну, ничего такого мега сложного. Какие вопросы были? Ну, он просил меня выехать правильно. Нужно посмотреть. Вот у американца есть такая фишка. Глянуть нужно, вот перейдем в зеркало. Если ты поворачиваешь или перестраиваешься в левый ряд. И должен вот так вот повернуться. Посмотреть, нет ли никого-то. Если я назад сдаю. Знаете, как в фильмах американских. Ты должен вот так вот. Раз. Рукой. И вот сюда посмотри. Вау. Окей. Спасибо. Ладно, вырубим вообще. В общем, вот так вот рукой клац. Глянуть. И вот так вот ехать. И смотреть. Зеркала. Как бы основное. Ты должен вот это движение сделать. Потом. Парковка на склоне. Парковка на спуске. То есть, тут ты паркуешься. И должен повернуть. Допустим, если ты стоишь на подъеме. Ты должен руль повернуть влево. Влево. Чтобы колеса. Получается, они упираются вот так вот. В бордюре. Вдруг машина если катится с парковки. То поворачивает. Короче, упираются в бордюр. Если ты стоишь на подгорку. То тебе нужно припарковаться. А, не. Наоборот. Если под горку. То колеса влево. Чтобы они упирались. Если с горки. То колеса к бордюру. Ну, короче. Вот такая вот фишка. Куча всяких таких нюансов мелких. Ну и всего он сказал. Дуже добре. Дуже добре. И я рад. Еду домой. Короче. Поехали дальше. Будем смотреть. Теперь надо дождаться своих документов. И открывать бизнес. Нossa вот... Это бесполезная история. Ну и Продолжение следует...